Core Gameplay Control от Remedy выглядит примерно так. Зачистка помещений бюро от кровожадных ИСов, активация точек сохранения, выполнение побочных и сюжетных заданий, поиск предметов силы, записок куда же без них и конечно же вездесущий лутинг. Полезный и не очень хлам необходимый для прокачки, лечения и так далее, как правило содержится внутри небольших стальных коробов, которые героиня эффектно откупоривает посредством телекинетических способностей. С течением времени паттерн, нашел ящик, откупорил, получил награду, прочно укореняется в сознании игрока, прочесывая очередное, ничем не примечательное подсобное помещение героиню, а с ней тебя ждет пренеприятный сюрприз. После открытия конкретной кубышки на волю с жутким воплем вырвутся чрезвычайно шустрые и взрывоопасные враги. Всей душой ненавижу такие подставы, сидишь такой на чиле, обшариваешь подсобки в поисках полезных ништяков, а тут такое. Так ведь и заикой стать можно. От королевской битвы Apex Legends можно ожидать чего угодно, но только непредательских скримеров, причем далеко не во время обыденных перестрелок. С подлян очка от разработчиков притаилась в главном меню. Типичный подпевас, любящий поиграть парочку-другую каточек после смены, знает, что в лобби, в отличие от виртуального поля боя, безопасно и уютно. Здесь можно расслабиться, полазить по статам и менюшкам, попутно обвиняя тиммейтов в очередном поражении. Конечно же, если ты не играешь на ревенанте. В таком случае ты рискуешь вместо запланированной передышки получить внезапный инсульт жопы. Пока игрок чилит в уютном лобби, скучающий ревенант ходит из угла в угол, в ожидании следующего сражения. Но тут у киборга-убийцы беспричинно свистит фляга, после чего он со всей скорости начинает движение в сторону играющего. И сейчас тебе, конечно же, не страшно, но попробуй поймать подобный прикол, играя в полной темноте среди ночи. Пугает похлеще любого хоррора. В продолжение темы предательских коварных скримеров нужно упомянуть хоррор по вселенной SCP, SCP Containment Breach. Казалось бы, пугать игроков посредством не самых изобретательных скримеров обыденное дело для большинства хорроров. Но не во время нахождения в меню же! Данная фича появилась в игре далеко не сразу. Вследствие чего геймеры привыкли, что всякий раз нажимая Escape, они попадают в меню паузы, в котором время останавливается, а здешние объекты прекращают охоту на протагониста. А потом бац! Игроделы выкатывают обновление, после которого меню паузы самопроизвольно деактивируются с жутким звуком и зловещей надписью в придачу «Хватит прятаться!» Предположительно начертанной заскучавшим SCP-173, вечно преследующим героя. По сюжету солдатик становится узником военного бункера. В стенах Коева обитает жуткое плотоядное чудище, реагирующее на громкие звуки и яркий свет. Поначалу самым безопасным местом, если таковое вообще существует в столь враждебном помещении, значится административная комната. В ней есть толстенные железные двери с надежными замками, а также верная сохранялка. В общем, перед нами типичный хаб-слэш-сейф-рум, внутри Коева можно унять панику и переждать очередную атаку монстра. Внутри данного помещения надежно, как у Христа за пазухой. Именно так думает наивный игрок, но все хорошее имеет тенденцию быстро заканчиваться. Спустя какое-то время в герметичном убежище появляется брешь. Отныне у зубастого преследователя есть VIP-вход в ранее безопасную комнату сохранения и, как следствие, возможность полакомиться зазевавшимся протагонистом. Серия Амнезия славится умением нагонять саспенс, но бункер – это настоящее испытание для нервной системы, не дающей не то что расслабиться, а даже возможности перевести дух. Спор – любимая многими геймерами игродетства. В ней можно часами напролет развивать причудливые расы, начиная со стадии первичного бульона. Весело, увлекательно, однако, несмотря на приветливую мультяшность и доступность общих механик, спор не стоит доверять, ведь она способна обмануть твое доверие. Самый продолжительный этап спор – космический, предполагает дипломатическое взаимодействие рукотворной расы игрока с иными инопланетными формами жизни. С инопланетянами дозволяется заключать союзы, развязывать зрелищные войны и заключать выгодные торговые соглашения. Вступить в взаимовыгодный союз можно с любыми представителями внеземной фауны, даже с гроксами, здешними плохишами. Процесс налаживания крепких связей с гроксами очень сложен, длителен и требует от игрока свершения всевозможных злодеяний, плюс финансового задабривания. В противном случае, гроксы будут считать тебя враждебно настроенным захватчиком, то есть врагом. Логично предположить, что если данный союз требует столько усилий и времени, скорее всего, он невероятно полезен и попросту крут, да? Пизда! На деле же, после объединения с гроксами, все остальные галактические обитатели немедленно объявят войну вашему свежеиспеченному союзу. Вот такая вот подлян очка оформляется. Большинство боссов Castle Crushers ребята непростые, зато честные, в отличие от финального главгада, известного как Злой Волшебник. Во время первой фазы колдун кастует различные атакующие заклинания, в то время как сам пребывает внутри защитного поля, которое надлежит своевременно пробивать. Опустошив первый лайфбар, чародей превратится в шароподобное летучее нечто, стреляющее проджектайлами. После победы над второй формой, проигравшего ждет страшная кончина. На его темечко внезапно свалится здоровенный сундук, внутри коего победителя ожидает достойная награда. Все так и манит его открыть здоровенная зеленая стрелочка, победная музыка. Но внутри вместо золота и прочих благ тебя ожидает еще одна, и даже не одна, ипостась коварного мага. Ох уж эти сундуки, я им еще после Дарк Соулс перестал доверять. Игры серии Айвона Бис созданы ради троллинга и обугливания седалищных нервов играющих. Однако большинство боссов в Айвона Би Де Боше обходится без дополнительных подлянок, за исключением секретного – Читамена. В конце, за предельно хардкорной и, я бы даже сказал, бесчеловечно сложной битвы, Читамен показательно погибнет. Его смерть венчает победная музыка, возвещающая вожделенное окончание битвы. Обрадованный игрок выдыхает, откладывает геймпад, дабы протереть вспотевшие ладоши. Как вдруг с небес спускается сразу три босса, трансформирующихся в здоровенного Читамена на стероидах. И тебе очень повезло, если в квази-победный момент ты не отошел в уборную. В шутере с элементами хоррора Singularity, помимо отстрела мутировавшей живности, прыжков во времени и чтения записок, присутствует какая-никакая интерактивность окружения. Начиная с пролога, игроку разрешается взаимодействовать с различными устройствами. Печатными машинками, проекторами, бобинными магнитофонами, кранами с водичкой и так далее. После первой встречи с антагонистом, герой попадает в местную лабораторию, кишащую омерзительными невидимыми монстрами. Здесь, в одном из помещений, можно найти очередной магнитофон с крупицами сюжета, а также фотоаппарат, с которым, конечно же, можно взаимодействовать, как и с большей частью окружения. На свежесделанном снимке виднеется тварь, стоящая за спиной героя. Рефлекторно развернувшись, ты получишь скример с тем самым фотогеничным уродцем. Очень изобретательная пугалка, хочу заметить. Правда, после неё мотивация исследовать местные достопримечательности падает ниже Плинтуса. Ну и куда без фейковых сохранений, которыми игры систематически подрывают наше доверие. В этот раз вспомним аж две оказии из легендарной игры Chrono Trigger. Кстати, жесть, как хочу поиграть в свеженькую силу в Старс, геймплейной и внешне напоминающую Chrono Trigger. Но руки никак не доходят. Проходя Chrono Trigger, игрок неминуемо попадёт в самую клишированную локацию – канализацию. Однако конкретно это отличается от иных тем, что в ней нельзя шуметь, иначе на героев нападут кровожадные источные монстры. Пройдя примерно половину пути и вдоволь насладившись красотами речек-говнотечек, ты приметишь заветную точку сохранения и, конечно же, активируешь её. Ну а как иначе? А вдруг дальше ожидает сражение со сложным боссом? Ииии, поздравляю, ты попался в хитроумную западню, расставленную игроделами. До этого момента игроку разрешалось сохраняться без всяких последствий. Видишь сохранялку – ура, ты в полной безопасности, таковы правила. Но теперь выясняется, что сохранение издаёт звук, который слышит не только лишь игрок, но и местные обитатели. Вторая неприятность настигает героев в замке мага, после того, как их сбрасывают в тёмное подземелье. Исследуя отсыревшие помещения, утопающие в мороке, ты рано или поздно наткнёшься на пресловутый сейвпоинт. При взаимодействии сохранялка превратится в трёх грозных противников, на вид неотличимых от символа безопасности и спокойствия. Всё, отныне я доверяю только автосейвам. А нет, этим в первую очередь доверять не стоит. Lost in Viva – это удивительно качественный инди-хоррор, выполненный в лучших традициях Silent Hill, плюс щедро приправленный отборным психоделом. Игра повествует о злоключениях протагониста, волея случая оказавшегося в клаустрофобной городской канализации. В недрах кои, помимо сточных вод, мусора и прочих мерзостей, таятся жуткие создания и оживают самые сокровенные человеческие страхи. В качестве мотиватора, подталкивающего игрока в непознанные глубины ужаса и отчаяния, выступает милейшая собачка-поводырь породы Корги, которую, к несчастью, в прологе смывает в канализацию. Её-то и предстоит найти герою. Игра сходу задаёт тон, бросая на игрока разномастных жутких тварей, некоторые из которых способны проходить сквозь стены. Так что почилить и отсидеться в уютном шкафчике вряд ли получится. Единственным островком безопасности принято считать местные сейф-румы, в которых играет релаксирующая музычка, а порой компанию-герою составляет милая котейка, являющаяся аватаром разработчика Акума Кира. Однако, в какой-то момент игра резко меняет правила, превращая сейф-румы в аналог русской рулетки. Я имею в виду, что порой в некоторых комнатах сохранения, ты не поверишь, внезапно отсутствует пресловутое сохранение. Происходит данная подстава рандомно, так что заранее предугадать прикольчик не можно. Помимо этого, в редких случаях Остен Вива спавнит монстров внутри ранее безопасной сейф-зоны. И вот это вот подстава подстав. Покушаться на единственное место, в котором игрок может выдохнуть и сменить штаны, это, мягко говоря, свинство. В DLC Dead Cells с припиской Return to Castlevania финальным боссом выступает печально известный граф Дракула. Стоит ли говорить, что сражение с Кровососущим Королем Ночи крайне напряженное и требует от игрока максимальной концентрации? Однако, рано или поздно Кровосиси падет перед скиллом или упорством игрока. В момент окончательного поражения Влад Цепиш театрально упадет на колени и распадется на стае летучих мышей, оставив после себя множество ценных даров, как и полагается местным главгадам. Опьяненному радостью игроку даже позволит распределить новые обилки, и все ради того, чтобы притупить бдительность, после чего предательски сунуть нож в спину. Спустя мгновение замок начинает рушиться, возвещая тем самым конец дополнения, но не тут-то было. А шарашенного героя, а с ним и игрока переносят на новую арену боя, где ему предстоит одолеть истинную ипостась Дракуэ. Подобный трюк не редкость в играх, но на удивление работает как часы. Игры студии Telltale Games синоним слова «обманутые ожидания». Дело в том, что творение данной конторы, наподобие ходячих мертвецов, нередко ставит игроков перед серьезным моральным выбором. Однако, на поверку большинства подобных решений, мягко говоря, ни на что не влияют. Но не будем о грустном. В Валькин Дет и Нью Фронтиер наличит крайне подлая дилемма. Здешний антагонист по имени Джоан заставляет игрока выбрать, кому жить, а кому умереть. На одной чашу весов жизнь Трипа, а на другой Авы. Сюжетная линия нарочито выстроена так, чтобы к моменту казни ты одинаково сильно привязался к обоим героям, дабы сделать муки выбора демонически невыносимыми. В решающий момент Джоан спросит, так кого же мы пощадим? Таймер неумолимо движется и нужно срочно принимать решение. Тем не менее, кого бы ты не пощадил, Джоан, как и полагается за правской злодейки, сделает все в точности наоборот. И это реально шокирует. Столь вероломного обмана ожиданий, я признаюсь, не предугадал. Невзирая на мою безграничную любовь ко второй части Silent Hill, практически идеальная игра все-таки умудрилась придать мое доверие. Хотя, правда ради, это скорее рофл, нежели серьезный проступ их со стороны разработчиков. Ни для кого не секрет, что в двушке доступно несколько секретных пушек, а конкретно гиперспрей четырех видов, чья убойная сила напрямую зависит от рейтинга игрока. И самое вкусное, бензопила, на которой завязан коварный обман. Бензопила это единственное оружие, которое наказывает АФКшников. Представим ситуацию. Ты по какой-то причине оставил игру включенной. Может быть смотришь на втором мониторе смешной видосик с котиками, или же читаешь статью с прохождением Андертули. Ну, чем черт не шутит. Как вдруг Джеймс делает это? Да, полудурок на протагонисте беспричинно издает оглушительный крик, чем до ужаса пугает задевавшегося пользователя. Суровый, однако, способ заставить геймеров сконцентрироваться и лишний раз не расслабляться. Так ведь можно и заикой стать. Кстати, данный мув является отсылкой на культовый фильм «Техасская резня бензопилой». Total House это глобальный, запредельно качественный мод для старушки Doom 2. Трудно поверить, но все это графическое великолепие создано усилиями одного энтузиаста. По степени проработки всего и вся, начиная от графической и заканчивая сюжетной составляющей, я могу смело поставить Total House на один уровень с шедевральным модом на халву «Краю Фир». В центре мрачной истории загадочный человек, попавший в шторм, вследствие чего вынуждены причалить в Форт Оазис. Остров у черта на куличиках, на котором расположился небольшой шахтерский городок-призрак. Вскоре рация героя ловит странную радиопередачу, неизвестный хочет, чтобы его поскорее нашли. Однако, чем глубже игрок погружается в темную предысторию Форт Оазис, тем более страшные тайны познает. Остров кишит кровожадными монстрами, жаждущими отведать плоти незваного гостя. Причем некоторые существа идут на весьма интересные ухищрения. В прошлых видео я рассказывал тебе о мимиках в сундуках и точках сохранения, но вот мимики двери – это что-то новенькое. Исследуя множественные помещения шахтерского городка, ты встретишь десятки ничем не примечательных дверей. Но не стоит расслабляться, ведь каждое последующее может оказаться коварным чудовищем. Разработчик настолько не ценит доверие игроков, что не стесняется не просто спавнить имитаторов, но и аптечек в качестве приманки наваливать аккурат перед квазидверкой, чтобы ты уж точно не прошел мимо. Parasite If, как и полагается сурвайвл-хоррору, пускай с жирнющим уклоном в RPG-механике, не обделяет игрока вожделенными для каждого ценителя жанра точками сохранения. В Parasite If сейвпойнты выполнены в виде телефонных аппаратов, заботливо подсвеченных красной мигающей лампочкой, дабы невнимательный геймер, увлеченный прочесыванием локации, не пробежал мимо. На протяжении сюжетной линии игра медленно, но верно закрепляет паттерн. Нашел телефон – можешь выдохнуть, так как пришло время сохранить прогресс. А между тем финальный босс нагло пользуется выработанным рефлексом. Ева и по сей день значится в списке самых сильных боссов в истории видеоигр. Ничета чистокровной Еве, но тем не менее. Причина хардкорности кроется в количестве ипостасей, а их у Евы аж 5 штук. То есть, дабы закончить игру, тебе придется победить 5 стадий босса подряд, каждая из которых обладает уникальными атаками и даже внешним видом. Причем сохраняться между ними нельзя, разве что перед пятой, последней. Пятая Ева неуязвима к атакам, поэтому героине Аи и Бреи только и остается, что убегать от преследовательницы. Ища спасение в недрах корабля, ты неминуемо наткнешься на телефон с манящим красным огоньком. И скорее всего подумаешь, а почему бы не сохраниться, ведь до схватки с боссом аппарат работал исправно. Но это большущая ошибка. Попытка сохранения приведет к надписи, телефон не работает, сохранение невозможно. И пока ты будешь прохлаждаться возле сломанного сохранения, Ева догонит и уничтожит Айю. И я поздравляю, теперь придется начинать все с самого начала. Проходя в свое время пара сайтыф на оригинальном железе, я клюнул на приманку. Юношеская наивность стоила мне множество нервных клеток и одного почти нового геймпада. Dead Gambit Afterlife это атмосферный 2D Souls-like Metroidvania платформер с элементами RPG. И я даже не уверен, что перечислил все жанры, к которым можно отнести сие произведение. Как известно, любая уважающая себя Metroidvania обязана иметь в загашнике как минимум одного секретного истинного финального босса. И Dead Gambit не исключение. Кличут хтонь вида ужасного аватаром Таламуса. И бой с ним вдребезги разбивает доверие игроков. И вот почему. После нанесения последней оплеухи, босс, как и полагается поверженным засранцам, погибнет. А тебя выкинут на стартовый экран с выбором новой игры плюс. На рефлексах, нажав на НГ плюс, ты не поверишь, начнется НГ плюс. Однако, все это подлый трюк главгада. Если чуток задержаться на титульном меню, спустя минуту аватар Таламуса продолжит байтить героя, отступить и начать за уключение с чистого листа. В общем, не нажимаем и игру продолжаем. Нажимаем и все по новой начинаем. Убежище в диоге Left 4 Dead – это забаррикадированные помещения, позволяющие выжившим перевести дыхание, пополнить боезапас, подлечиться и обсудить план дальнейших действий. Комнату безопасности легко идентифицировать по красной бронированной металлической двери. Она довольно прочна и имеет широкое смотровое отверстие посередине, которое позволяет игрокам отстреливать находящихся поблизости зараженных. Убежище является собой неприступную крепость, внутрь коей зараженным путь заказан. Всем кроме танка, который эту вашу сейв-зону на доверие вертел. Подстава заключается в том, что иногда танк может выломать дверь в убежище и буквально с ноги залететь внутрь, вызывая неподдельную панику среди игроков. Сейчас у кого-то сведет олдскулы. В филерном приключении Sub-Zero под названием Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, собственно, Маразиле предстоит победить множество рядовых противников, а также боссов различной сложности. Здешний геймплей сам по себе честным не назовешь. Кривенький платформинг, неточные хитбоксы врагов, неравномерная общая сложность, однако самую жирную свинью игроку подкладывает босс Фуджин. Ветренный мужик реально сложный, и дабы попустить башка шипунка, придется нехило так запотеть. Как известно, терпение и труд все перетрут. Иными словами, рано или поздно ты все-таки одолеешь ветряка, после чего тебя ждет нечестная сподлян очка. Опиздюлившись, Фуджин с позором покинет чат. Однако битва на этом не закончится, как то было с другими боссами. Откуда ни возьмись, позади холодилы образуется смерч, засасывающий все живое. И если в этот момент не ухватиться за уступ, или же не нажать на ногу в противоположном направлении, бой закончится обиднейшей смертью. И как тут не вспомнить слова классика? Давай по новой, Миша, все хуйня. Сигналис — это мега расхайпленный сурвайвл-хоррор старой школы, вдохновленный, как нетрудно догадаться, мастодонтами жанра, такими как Silent Hill и Resident Evil. Множество контент-мейкеров пели хвалебные дифирамбы, восхваляя Сигналис, и я не исключение. Однако самой ценной частью всего произведения, на мой скромный взгляд, является витиеватая таинственная история, заставляющая контент-мейкеров с прогрессирующим из ПГС неустанно клепать многочасовые видео с разбором тонкости сюжетной конструкции. Но сейчас не об этом. Проходя Сигналис на стриме, я даже не догадывался о том, что игра в наглую обвела меня вокруг пальца. Просмотрев заключительный мультик, полный психодела и отсылок на известные анимы, я получил финальные титры, далее попав на стартовый экран. Игра предложила мне начать всё сначала, и я наивная душа подумал, что ради получения других концовок мне придётся проходить всё с самого начала. И я никогда так не ошибался. На деле, после активации новой игры, героиня должна была продолжить звуключение, а я получить сочный кусок контента. Но я, впрочем, как и зрители стрима, повелись, уверовав, что это конец. А, то есть мне предлагают только лишь начать заново? Типа с нуля? Типа всё сначала и всё? А, ещё и сейвы трёт после концовки, кайф. Кайф. Хорошо, ладно, игру мы прошли. И гораздо позже я узнал, что Сигналис меня надуло, в смысле обмануло. И с тех пор я больше не доверяю инди-хоррорам. Финальный босс суперхита Nintendo Donkey Kong Country, Кинг Кироль, был одним из первых злодеев, провернувших трюк с фейковой гибелью. Лица детишек тех лет, получивших внезапную вторую фазу вместо удовольствия от прохождения, представил? Прикол в том, что после поражения Кинг Ки принимает позу «Наелся и спит», чем триггерит финальные титры, в конце которых красуется надпись «Конец» с интригующим таким вопросиком. И тут здрасте не ждали. У чешуйчатого внезапно открывалось второе дыхание, которое, как правило, означало еще один трайчик для ошарашенных и обманутых детишек. Donkey Kong лишний раз доказывает, что раньше игры были сложнее и беспощаднее по отношению к игроку. Даже детей не щадили. Знаменитой своей сложностью и запредельно качественной анимацией, стилизованной под мультфильмы 30-х годов платформер Cuphead, планомерно приучает игрока к простому паттерну. С завершения абсолютно каждого боссфайта, вне зависимости от количества фаз, сопровождается здоровенной кричащей надписью «Ноккаут». Это неизменный триггер, сигнализирующий о том, что твоя взяла. Можно выдохнуть, расслабить булки и отложить в сторону геймпад, дабы протереть вспотевшие натруженные ладоши. Между тем, DLC с подзаголовком «The Delicious Last Course» с щепки разносит привычные шаблоны, бесцеремонно уничтожая доверие игроков. Первый боссфайт-дополнение следует ранее установленным правилам, и после нескольких этапов отлетает вальгау с характерным звуковым сопровождением и каноничной надписью, конечно же. А вот следующий коварный засранец, известный как «Муншайн Моб», под конец конфронтации выкинет неожиданный фортель в виде фейковой надписи. Несомненно, визуально табличка отличается от дефолтной. Однако, будучи опьяненным победной эйфорией, легко проморгать незначительные отличия. Стоит тебе зазеваться и уверовать в победу, как квази-откисший босс нанесет удар из-под тяжка. И благодари бога корейского рандома, если он оказался нефатальным. Каждый, кому довелось поиграть в игры культовой серии survival horror of Resident Evil, знает, что такое сейврум. Комната сохранения, начиная с истоков франшизы, была неприкосновенным местом, табу для всякого монстра, преследующего игрока. Что бы ни случилось, какая бы тварь не дышала в затылок, мы точно знали. Нужно лишь пересечь порог заветного помещения, дабы оказаться в безопасной зоне, внутри которой дозволяется сохранить прогресс и перераспределить припасы. А уже после продолжить борьбу с гниушниками и прочими порождениями корпорации Зонтик. А между тем, новоиспеченный Nemesis из ремейка трешки, устоявшееся правило на тентакле вертел. Здоровяк без предупреждения вторгается в личное пространство игрока. Кроме шуток, у меня чуть шпингалеты от неожиданности не лопнули, когда эта мясная туша, вместо того, чтобы остаться снаружи комнаты сохранения, как и полагается воспитанным мутантом, беспардонно проследовал за мной. Вот это я понимаю, подстава подстав. Крепость кругленького столика из Elden Ring это аналог сейврума из ранее упомянутой франшизы Resident Evil. В крепости игрок волен покупать предметы, улучшать оружие, прокачивать персонажей и, в конце концов, почувствовать себя в безопасности. Сказал бы я, если бы не один маленький нюанс. Аккурат после нахождения левой или правой части тайного медальона Святого Древа, крепость круглого стола окутает тьма. Привычные неписи исчезнут, а вместо них во мраке опустошенных стен притаится кровожадный противник, Энши из Королевских Останков. Вторжение Энши знаменует собой потерю последнего убежища в суровом мире Elden Ring. Знаменитая инди-игрушка Papers, Please, с пролога вводит игрока в заблуждение. Поначалу Core Gameplay выглядит как рутинная монотонная работа по проверке паспортов и прочих бумажек, необходимых для пересечения границы. Бюрократия, как она есть, беспрекрас. Предаваясь размеренному репетативному процессу контроля удостоверений, легко не заметить, как игра резко сменила тон. Среди привычного гула толпы и шуршания бумажек внезапно раздается оглушительный взрыв. Отныне игрок окончательно понимает, что Papers, Please не то, чем хочет казаться. Это экстремальный симулятор пограничников, которым не стоит доверять никому, особенно самой игре. Непринужденно возвращаемся к теме боссов напрочь рвущих шаблоны. В Sekiro Shadows Die Twice поражение главгадов признаменует характерная надпись, сопровождаемая узнаваемым звуком. Побеждая противника за противником, незаурядная последовательность действий, подобно клейму мастера на клинке катана, непроизвольно высекается на подкорке играющего. А потом случается обезьяна. Обезьяна-страж самый подлый босс, после встречи с коем доверие к игре улетучивается быстрее, чем утренний туман. Увернувшись от ержановых какашечных бомб и максимально хаотичных атак, волчар с грехом пополам обезглавливает неугомонную зверюгу, после чего следует долгожданное... А потом игра шлет на три буквы собственные правила, бросая на игрока вторую форму, только что поверженной зловонной макакии. Товарищ Миядзаки, официально заявляю, вы последний человек, с которым бы я пошел в разведку. Лечебница Юзевки представляет собой безопасное здание, в чьих стенах с подачи игрока находят убежище счастливчики, выжившие мясорубки Ернама. Заведует клиникой барышня по имени Юзевка. Неожиданно, правда? Врач, искренне жаждущий помочь несчастным людям, а посему у игрока нет причин ставить под сомнение чистоту ее мотивов. Впрочем, намерения врачевательницы и вправду чисты, чего не скажешь про ее доппельгангера. После победы над батей Гаскоином, настоящую Юзевку заменит импостер, с удвоенной силой требующий прислать как можно больше жителей. Финал у данной истории весьма печальный. На поверку окажется, что сама звонка все это время ставила жуткие эксперименты над людьми, которых мы без задней мысли направляли прямиком на убой. Бедолаг постигла незавидная участь, они стали чем-то гораздо меньшим, чем человек. Этот квест лишний раз доказывает правильность выражения, благими намерениями вымощена дорога в ад. Доки Доки Литературный Клуб – это обманчиво милая визуальная новелла, заботливо укутанная в пеструю анимешную обертку, призванную скрыть весьма пугающее и провокационное содержимое. Первая половина игры пытается казаться типичным романтическим гаремником. Один парень, четыре симпатичные тяночки на любой характер, внешность... О боже, какого хрена тут происходит! В один, отнюдь не прекрасный момент, поход к дому Сайори обернется непредсказуемой трагичной сценой, которая, подобно ведру леденящей воды, вылитой на голову спящего, приводит играющего в состояние тотального ступора. И с этого момента настрой игры кардинально меняется. Романтика покидает чат, оставляя игрока наедине с холодящим кровь-хоррором, в котором девочки калечат себя, выпиливаются из жизни, меняют правила игры, пробивают четвертую стену и заставляют усомниться в реальности происходящего. Что мы знаем о франшизе Dead Space? Это леденящий кровь-боди-хоррор, в котором обычный инженер Айзик Кларк топчет ногами омерзительных некроморфов и параллельно сходит с ума из-за контакта с внеземным артефактом. Некроморфы до усрачки страшные и смертельно опасные твари, спору нет. Однако есть место, в которое уродцам путь заказан. Лифты, начиная с оригинальной игры, были запретной территорией для некрогадов. Находясь внутри движущегося короба, Айзик мог расслабиться и привести в порядок хаотично пляшущие мысли. Не всегда, конечно, но все же. Лифты в старых играх зачастую скрывали под загрузку следующей локации. Об этом я рассказывал вот в этом цикле видео. А посему, как правило, они были безопасной зоной. Но зачем нужны правила, если их не нарушать? Сказал сиквел Дедушкиных специй. В игре есть момент, когда Айзик поднимается на просторном лифте с панорамным остеклением. И поначалу ничего не предвещает беды. Как вдруг стекла позади героя разлетаются в дребезги и внутрь врываются разъярённые монстры. Благодаря этому моменту я перестал доверять лифтам в играх. Да и не только в них. По сюжету Silent Hill 4 Генри Тауншенд просыпается в кровати гостиничного номера и, к своему удивлению, обнаруживает, что заперт внутри. Позднее герой находит дыру в стене, которая оказывается порталом в параллельные миры. За мрачными, но такими уютными стенами квартиры Генри поджидали самые невообразимые опасности. Однако по возвращении в родные пенаты игрок знал одно. Мне ничего не угрожает. Довольно продолжительное время квартира 302 представляет собой непреодолимую преграду для хтонической нечисти, даёт надёжную защиту и даже восстанавливает жизненные силы Генри. Разработчики умышленно вселяют в игрока чувство ложной защищённости. И всё для того, чтобы резко и бесповоротно выбить почву из-под ног. Мой дом, моя крепость, так люди говорят. Что ж, они просто не бывали в гостях у Генри. Его дом, его темница, кишащая призраками, от которых не спасут даже самые толстые стены. В Секероте они умирают дважды, а сиквел Last of Us дважды придаёт доверие игроков. Впервые я почувствовал себя обманутым, узнав, что трейлер с участием Джоэла был фейком, а дальше спойлер. Ну а как-то хотел играть почти свежак, Пекаре вон совсем недавно оригинальную игру пощупали. А сиквел им ещё лет семь ждать, так что не время спойлерить под дождём. Во второй раз пранк вышел из-под контроля во время прокачки оружия на одном из верстаков. Кстати, о данном прикольчике я рассказывал в прошлом видео, ссылочка в описании. Верстаки Last of Us — это зона спокойствия среди океана проблем. Местечко безопасности, стоя на котором можно перевести дух и прокачать пушку. Но кто бы мог подумать, что один из столиков окажется ловушкой? Привычная анимация разбора огнестрела внезапно прервётся, и на Элли нападут местные беглецы. Страшно, неожиданно и очень подло. Месьё Дракман, вы играете очень грязно, и мне это нравится. Патроны, аптечки, оружие и броня — это важнейшие ресурсы, необходимые для выживания в большинстве шутеров. И третий Doom — не исключение. По витиеватым коридорам станции, погрязшей в непроглядном мороке, разбросана масса полезного добра. Между тем, особо ценный лут спрятан за кодовыми замками в специальных ящиках. Некоторые из них открываются по сюжету, а для открытия других придётся попотеть. Начинка всегда разная, но ради неё определённо стоит побегать и поискать пароль. И вот, когда Патрон ввёл пароль, открыл железный сейф и получил награду окончательно укорениться в сознании играющего, разработчики лишний раз напомнят, что бдительность — залог выживания в мире Doom. Ящик под тонко намекающим номером 666 стоит в своих недрах вовсе не заветные ништяки, а голодного демона, жаждущего обглодать лицо героя. Исторически сложилось, что точки сохранения в играх — это своеобразный островок защищённости в пучине вездесущих опасностей. Однако, без исключения не обходится. Да, Немесис? Беспардонно вторгающийся в сейф-рум любитель звёздочек, о котором я рассказывал в первой части видео, это сущая мелочь по сравнению с кровожадным духом из игры Spooky's Jumpscare Mansion, перманентно забирающим у игрока чувство защищённости. Суть всего хоррора сводится к прохождению тысячи комнат замка, принадлежащего милому призраку. Большинство помещений таят в себе ловушки, скримеры и прочие неприятности в виде агрессивных и не очень паранормальных существ. Каждые 50, а позднее 100 комнат на пути игрока встречаются лифты с крестами, в которых можно сохранить прогресс. Тем не менее, пребывая в квази-надёжных стенах, не стоит расслабляться, ведь стоит замешкаться дольше 60 секунд, отойдя в туалет или, скажем, за чашечкой чая с бергамотом, как протагониста упокоить неведомой ахтонической нечисти Кейс Кример. Словив его впервые, я не на шутку перепугался, так как реально не ожидал такой подставы. То же касается простаивания абсолютно в любой комнате злополучного замка. То есть, Spooky's Jumpscare нагло нарушает золотое правило хорроров. Напугай игрока до усрачки, а потом дай перевести дух, повторять по мере необходимости. Движение – жизнь, и в этих стенах это не просто красивое выражение. Героиня хоррора Fatal Frame Detormented фотограф Рэй Курасава. Всякий раз засыпая в собственной кровати, оказываются в зловещем месте, кишащем враждебно настроенными призраками. Выполнив определенную задачу, героиня вновь просыпается, видя знакомый потолок. Но так ли безопасно родное жилище? Поначалу Рэй, как и игроку, ничего не грозит. В доме можно спокойно почитать дневник, послушать радио, почухать кошечку и поговорить с подружайкой. В общем, отвлечься от потустороннего кошмара. Ничего не напоминает? Третья Fatal Frame вышла спустя год после четвертого Silent Hill, о котором я упоминал в первой части видео. И слепой заметит, что разработчики откровенно вдохновились концепцией псевдобезопасной комнаты, созданной умельцами из Konami. Как и в The Room, чем дальше игрок продвигается по сюжету, тем более зловещим становится некогда уютное гнездышко. Со временем призраки, скримеры, зловещие шепотки и прочие пугалки станут привычными спутниками. Но при первых появлениях способны нехило так подорвать нервную систему. Кор механикой в красивейшей игре Akami значится управление божественной кистью. С помощью кои волчица Матерасу рисуют различные символы, способные взаимодействовать с окружающим миром и, конечно же, наносить урон по многочисленным врагам. Первое, чему обучают игрока, как только художественный инструмент задействован, абсолютно все враги замирают на месте, как вкопанные. Продвигаясь по сюжету и побеждая противника за противником, волей-неволей привыкаешь, что во время начертания символов у тебя есть время обдумать тактику боя. Однако уровень затонувший корабль отменяет устоявшиеся правила. Внутри прогнившей посудины Аматерасу подвергнется нападению призраков, которые внезапно могут двигаться во время божественного рисования, и не просто двигаться, а даже атаковать ошарашенного игрока. Очередная коварная подстава, благодаря которой я все меньше и меньше доверяю играм. Краткое описание демонофобии инди-трэш-хоррора звучит примерно так. Гуру, Лоли и Хардкор, причем крайне корявый и нечестный. Протагонист игры школьница по имени Сакури. Жила себе девочка, жила, да вдруг решила разнообразить серые будни неким ритуалом, благодаря коему попало в мир мясо мотюков и голых сисек. И теперь Сакури, понятное дело, жаждет выбраться из чистилища. Но прежде чем совершить побег, придется пройти множество испытаний и помереть не одну сотню раз, причем весьма извращенным способом. Да подожди ты, видео досмотри, потом игрушку скачаешь. Примерно в середине злоключения героиня, испытавшая на себе всевозможные издевательства, внезапно вернется в родные пенаты. Наконец-то инфернальные монстры пропали, и кажется все закончилось. Сакури переполняет радость, ей осталось лишь открыть дверь кухни, чтобы обнять любимую мать, но не тут-то было. Нам намеренно внушили чувство ложной безопасности, чтобы вновь окунуть в чан со страданиями, ужасом и тотальной безнадегой. А в принципе, чего еще можно было ожидать от игры подобного толка? Смотревшие первую часть видео помнят про коварную хитрость, которую провернул Муншайн Моб из DLC Cuphead. Засранец симулировал поражение, притупляя бдительность игрока фейковой табличкой Нокаут, после чего наносил, как правило, смертельный удар. Босс-мастер душ из Халлоу Найт в плане честности схватки недалеко ушел от Муншайн Моба. Первоначально сражение с мастером ничем не примечательно, он далеко не самый сложный босс, но определенно самый подлый. Получив последний укол гвоздем, мастер театрально погибнет, оставив после себя душу. А потом внезапно в обманщике откроется второе дыхание, и он с еще большей яростью ринется на героя. Помимо этого случая, в глубинном гнезде есть момент со скамейкой. Скамейки – это местные точки сохранения, зоны полнейшей безопасности, но не в этот раз. Вот эти, нисколечко неподозрительные джентльмены упорно усаживают протагониста отдохнуть, мол, в ногах правды нет. И ты подумай, это была коварная ловушка. Халлоу Найт уже не в первый раз обманывает наше доверие. Начиная с God of War 2016 года, Кратос в сопровождении Атрея путешествует по миру при помощи небольшого каяка. Это, конечно, не сейф-рум, но штука вполне безопасная, сел и поплыл куда вздумается. Однако в сиквеле разработчики приготовили игрокам неприятный сюрприз. После упокоения очередной пачки вражин тебе предстоит посадить Кратоса в водный транспорт, дабы продолжить путь. Но тут... некогда надежный способ передвижения на поверку оказывается зубастой ловушкой и с этого момента садясь в плавучую деревяшку ты всякий раз будешь ожидать подставы второй момент когда гадов вор рагнарёк предала наше доверие случился в процессе боя спартанца и тора сражение тестостероновых богов проходит по методике рокки то есть опиздюлился словил второе дыхание и навалял в ответ тем не менее кратос сливает катку получая односторонний билет в альгау но нет нежданно негаданно сын одина решает продолжить избиение и при помощи электрошоковой терапии возвращает лысого к жизни после чего противостояние продолжается с новой силой мы давно привыкли что срочные сюжетные квесты не терпящий отлагательств на деле оказываются еще теми терпилами вспоминаем неотложное спасение цири в то время как геральт раскидывал сотую партейку в гвинт или линка собирающего семена короков по всему хайруу пока зельда терпеливо ждет спасения это особенно актуально для игр жанра рпг с большим количеством побочных заданий таких как westland 3 в которой взаправду сложно уследить за каждым квестом между тем westland присутствует побочка которая в отличие от остальных заканчивается автоматически если игрок достаточно долго ее игнорирует причем заранее об этом тебя никто не предупредит называется задание очень враждебный захват в ходе которого нужно либо помочь либо помешать неким наемникам захватить базу конкурирующей группировки если сразу не принять решение отдав предпочтение сторонним делам тогда наемники без твоего участия нападут на объект в ходе чего погибнет и та и другая сторона конфликта поскольку большинство квазисрочных миссий представленных в игре позволяет отложить себя до лучших времен тот факт что нападение на базу может произойти без участия игрока становится неприятным и даже шокирующим сюрпризом в сурвайвал хорроре condemned criminal origins помимо избиения бомжей культистов и прочих маргинальных личностей фбр of цуитону томасу приходится выполнять прямые обязанности то есть вести расследование по делу серийного маньяка в геймплейном плане данный процесс представляет собой осмотр мест преступлений с помощью ультрафиолетовой лампы сканеров отпечатков пальцев и прочих гаджетов не раз показаны в криминальных телесериалах помимо этого итану а значит и игроку нужно фотографировать тела дабы помощница роза могла своевременно обрабатывать данные и продвигать расследование дальше за время игры итан без труда сделает множество посмертных фоточек так как покойники отлично позируют все кроме одного в определенный момент протагонист вынужден искать жертву маньяка кровавый след приводит к шкафчику внутри которого и обнаруживается изуродованное тело роза в привычной манере просит коллегу сфоткать жмурика крупным планом здравствуйте меня зовут максиму из компании рефлейм маленькая подстала простительная хоррор игре но черт побери это было неожиданно андертейл это игра обожающее нарушать собственные правила тем самым подрывая доверие игрока с чего бы начать ну к примеру с лимонного хлеба нет я не предлагаю тебе покушать я говорю о монстре мимики что маскируется под точку сохранения которая доселе считалась полностью безопасной или вот злобный цветочек во время сражения может ров о фраде стереть твое сохранение а как насчет санса этот костлявый обманщик под завязку набить нечестными трюками в ходе сражения он волен атаковать вне очереди то есть в неопасные моменты выбора дальнейших действий а если попытаться пощадить засранца он хладнокровно прикончит героя короче доверять андертейл себе дороже после выполнения обучающей миссии в deus ex human revolution обновленному адаму дженсона предстоит и настоящая работенка один из складов шариф индустри захвачен группировкой борцов за чистоту человечества и теперь тебе предстоит навести порядок летальными или нелетальными методами однако есть кое-что чего игра не договаривает в задании фигурирует спасение заложников как второстепенная часть миссии а между тем игра скрывает что незримый таймер начал неумолимый отчет и если слишком долго ошиваться в стенах шариф индустрии заложники погибнут еще до начала операции что в дальнейшем закроет доступ к некоторым дополнительным квестом и мне кажется что это довольно важная информация которая игра могла бы и поделиться с нами вместо того чтобы в крысу вставлять палки в колеса все полезные ссылочки на бусти телегу и мой второй канал ждут тебя в описании под видео